Девушки отдыхают 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 обычно делают еще дополнительное железо до самого конька его проводят чтобы вода не попадала под дымоход туда не затекала у меня здесь ситуация позволяет я сделал просто потандулин поэтому никакое дополнительное железо не надо убить их вверх дымоход за water поняли подъем 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 Продолжение следует... Ведро керамзита мелкой фракции. У меня его целый картофельный мешок. Сейчас поднимаем крышку и будем засыпать его в потолочную разделку. Продолжение следует... И может быть еще чуть-чуть понадобится. Так, здесь немножко уже через край пошло. Продолжение следует... Продолжение следует... Многие зрители после того, как я обстригла листья у помидор, начали переживать, что у нас не будет урожая. Урожай у нас есть. И посмотрите, сколько. Здесь у меня помидорки черри краснеют на веточках. Вот такие большие помидоры любимые. Их, кстати, в этом году много больших. Прямо такими гроздьями висят. Клуша. Хорошо покраснели. Много их. Вот помидорки. Вот. Здесь у меня бычье сердце. Тоже такие хорошенькие экземплярчики. Тоже начали краснеть. Есть прямо огромные бычье сердце. Вот там вот. Вот здесь вот есть такие огромные. Здесь они помельче. Вот такие вот хорошие. И еще вот такое огромное есть бычье сердце. Где рассыпался керамзит, я сразу же все прибрал. Потому что следующим этапом у нас будет утепление потолка. Одна упаковка утеплителя уже здесь. Керамзита я насыпал до самого верха. Все разровнял. И то, что касается здесь дополнительной вот этой обрешетки. Я положил одну доску, в которую загнал саморезы. И сделал здесь вот рейку. Она держит вот эту вот доску от обрешетки. Все здесь зацепил. Так вот пропилил. Отверстие сделал с запасом. Чтобы у меня вот эта труба, она ни к чему здесь не прислонялась. В принципе, все. Такая работа у меня проделана. Дымоход полностью готов. Сейчас занимаюсь заготовкой зелени. Погода наконец-то наладилась. Я уже давно хотела заняться заготовкой зелени. Но были дожди. В огороде было очень сыро. А зелень нужно собирать сухой. Сейчас собираю петрушку. У меня в этом году вот такая вот кучерявая. Нужно будет еще собрать укроп. А то пока шли дожди. Неделя дождей укроп у меня вытянулся и стал выше пояса. А был совсем такой мелкий, хороший. Петрушка такая ароматная. Заготовлю побольше. Будем добавлять зимой супы в разные блюда. Заготавливаем мы зелень каждый год. Петрушку и укроп я буду замораживать. А вот базилик. Базилик у меня вырос в этом году хороший. Я его посушу в дегидраторе. И потом измельчу. Сделаю специи. Петрушка. Продолжение следует... Продолжение следует... В этом году посадила немного кукурузы, она цветет, и начали завязываться початки. Здесь у меня всё затянуло тыква, целое поле. Даже уже начала лезть сюда в свеклу, я здесь всё убрала, прочистила дорожку. И вот тут скрывается тыква, уже большенькая, и здесь поменьше. Здесь дальше у меня кабачки. Такие вот оранжевые и зелёные, и тёмно-зелёные. Морковка. Здесь свекла. Грядка чеснока. Чеснок у нас летний. Грядка гороха. Лук большой, синий. Укроп. Там остатки чеснока ещё. И целое поле семейного лука. В этом году лук хороший. Батва у лука уже начала опадать. Пока были дожди, вся сорная трава очень сильно вытянулась. Нужно будет всё убирать. Здесь у меня перец. Баклажаны и перец. Грядка. Всё нужно будет чистить. Сейчас покажу. Есть уже баклажанчики. Такие вот хорошенькие. И вот здесь вот перец. Ещё пока что зелёный. Покраснеет. Пойдём дальше. Здесь у меня огурцы. Много переросших. Надо будет сварить поросятам. Здесь у меня рядом с цветами растёт острый перец. Вон сколько насыпалось. Один начал краснеть. Мархатцы. Такие хорошие кустики выросли. После дождей они стали очень большие. Помидорки покажу ещё раз. Капуста. Здесь у меня уже хорошие вилочки завязались. Это юньская капуста. Можно будет уже срубить и скушать. Сделать пирожки. Это всё юньское. И здесь уже пошла поздняя. Позднее её видно. Она такая высокая. Листья большие. Пекинская капуста. Одну штучку мы съели и вот одна осталась. Это всё, что получилось вырастить. Потому что очень сильно ест бложка. Капусту кусает. Видно, что все листья искусанные. Как я ни старалась её защитить, всё равно они её едят. Вот, кстати, они капустные обложки. Ещё вот так вот капуста у меня подсолнухи. За время дождей тоже очень хорошо вытянулись. Ну и покажу, что у нас с арбузами и дынями. В этом году арбузов не так много. Пожалуй, один самый большой. Здесь у меня где-то была дынька. Вот такая вот. Плохо её видно. Сейчас ещё посмотрим. Вот маленькая дынька. В общем, всё нужно здесь искать. Очень много ботвы. Зелень заготовила. Сейчас фасую укроп. Перед этим его нарезаю. Вот так вот, в среднем. Потом, если нужно будет, ещё помельчить ножом. Делаю небольшим объёмом, чтобы удобно было потом доставать. То есть, делаешь большой мешок. Постоянно её достаёшь, она разморозится. Потом снова замораживается. Зелень она уже потом не очень вкусная. Поэтому делаю вот такие небольшие мешочки. Чтобы раз взял и использовал. Зелень расфасовала. Получилось 8 мешков петрушки и 14 укропа. Сейчас убираю замораживаться. Вы, значит, приехали с Екатеринбурга в гости к Полине? Да. Да. И она вас везде водит. Да. Возит. Где вы уже были? Они вчера приехали. Вечером? Поздно. Дома были. Спали. Целый день, что ли? Утром собрались и в 2 часа поехали сюда. И вот с 2.30 по музею ходили. А, в музею были? Ага. Так, вас Маша зовут, насколько я понимаю. А вас? Инесса. Вы учились вместе? Мы все еще учимся вместе в аспирантуре. А, но с Полиной не учились? С Полиной просто жили вместе. Мы жили. Катя, когда уехала... Просто жили. Просто учились? Нет. Катя, когда уехала... К нам и Инесса приехали. Да, к нам приехали Инесса. И мы жили. Два года почти. Да. Ну, Маша... Почему? Почти два и жили. Маша с Инессой, да. Два жили. На химике. На химике они. Химичат. Там больше не покупают. Кстати, это мед, если что. Ну да, мы уже в это заглянули. Ага. У нас она хотела бы угрого. Кай, сюда. Да, у нас ценитель меда. Ага. Так. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас собрала набор овощей, посмотрела на него и решила, что пора готовить кабачковую икру Уже есть всё своё, помидоры, лук, морковка, кабачки Кабачки даже уже начали перерастать Я выбрала вот такие небольшие Морковка небольшая, я её проредила недавно Сейчас всё нарезаем, будем варить кабачковую икру Сейчас пока что всё нарезаю кубиками мелкими И буду ставить отвариваться Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что друзья, начинаем утеплять потолок Первым слоем укладываем изоспан шершавой стороной книзу, гладкой кверху Будем делать его внахлёст На доску, на брус На такую высоту, на которой у нас будет возвышаться утеплитель Как положим изоспан, сверху на него будем класть утеплитель Начинаем вот с этого угла И изоспан будем укладывать по направлению досок С этой стороны у него идёт клейкая лента, которая будет клеиться на брус Нахлёст на брус у нас будет 150 миллиметров Изоспан размотал до трубы, сейчас будем отрезать Потом возле трубы придётся там немножко повозиться, чтобы всё вырезать Обойти её А так, в принципе, больше нигде И зашляться не нужно будет И зашляться И зашляться не нужно будет 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 Обтянул и посадил на скобы Вторую часть потолка будет делать уже намного быстрее Её можно закрыть целым куском И зашляться не нужно будет И зашляться не нужно будет И включаем плитку На половину потолка И зашляться не нужно будет Сейчас делаем клейкую часть Приклеиваем Вот именно для этого, поэтому вот именно для этого она здесь и нужна То, что я там на брус клеил Это я просто сделал заодно Раз она там есть А так, это вот именно Где идёт нахлёст Чтобы всё было плотно Сейчас начинаю работать с утеплителем Перед этим одеваю маску На дыхательные пути И ветровку Утеплитель выкладываем в шахматном порядке Первый ряд И потом второй ряд поперёк Чтобы не было вот этих швов Чтобы они перекрывались Прошло 10 минут Овощи дали сок Вставляем их Сейчас немножко перемешаем И пусть они варятся Крайний лист утеплителя Тоже подрезаем по всей длине Этот утеплитель Кстати, очень хорошо режется Простым ножом Если использовать канцелярский нож То будет ещё лучше Пошарился, посмотрел Канцелярского ножа У меня не оказалось Где-то был Старый уже ржавый Надо будет купить новый Тот даже старый не нашёл Так, его сейчас сюда будем класть Вот так вот всё Красиво и плотненько Тот только Испался Как Клинца Хорошо Как Килл Ох Эго Тот Эго Так Все овощи у нас сварились. Сейчас убираем их с плитки, даем немного остыть и будем взбивать блендером. Сейчас еще нужно добавить немножко перца. Овощи измельчила блендером. Сейчас снова икру ставим на плитку, даем ей немножко прогреться до первых булек и добавим немножко уксуса, чтобы она лучше хранилась. Здесь у меня уже стерилизуются баночки, это уже простерилизовалось. Убираем ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Икра готова, раскладываем ее по стерилизованным банкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok укладываю 3 завершающий ряд видите что утеплитель выровнялся с бортиками здесь доска с этой стороны с этой брус так вот сейчас еще один лист нужно будет вырезать рулетка сколько у нас там получается я уже забыл получается 43 сантиметра сейчас вырезаю здесь до конца закрываю и уже двигаюсь ближе к трубе закрываю все здесь с этой стороны баклажаны нарезала сейчас немного их подсолим чтобы вышла лишняя горечь пока у меня нагревается еще масло подготовила кляр кляр нас сухарики немножко соли и крахмал добрался уже до трубы или даже вернее сказать что я с ней работу почти заканчиваю здесь вот уже у меня пошел третий ряд и до того как я еще дошел до сюда то в голове прокручивал как все правильно сделать чтобы не было никаких зазоров чтоб был правильный шахматный порядок в итоге когда я до суда добрался у меня получилось уже к этому времени много обрезков из которых я начал выкладывать получается все очень плотненько нет никаких зазоров выглядит вот так вот из полосок смотрите все это укладываю здесь я уже не буду ничего обрезать так вот в нахлёст пойду то есть там не будет немножко выставляться но ничего страшного в этого материала кстати там на упаковке не знаю насколько это правда но производителям заявлено что выдерживает до 1000 градусов так что можно смело здесь выкладывать им ничего страшного не будет я сейчас израсходовал ровно две пачки отходов как вы видите у меня не остается есть один лист который я буду укладывать вот сюда я его еще тогда за компанию сразу же подрезал когда был внизу ну и вот кусочек еще остался он не обязательно куда-нибудь еще улетит тут вот вот ли трубы тоже наверно приспособлю то что останется вот сейчас буду распечатывать третью пачку и 4 у меня там еще скорее всего получится остаток этот остаток я хочу приспособить на потолок первого дома то у нас были дымоходы раньше где стояли печки а вот на тоже утеплить перед зимой масло разогрелось сейчас каждую долечку баклажана обмакиваем в кляре и бросаем масло а вот а depth по мы Продолжение следует... Продолжение следует... Немножечко вырежем... Продолжение следует... Сейчас выкладываем их на тарелку... Они получились такие красивые, румяные... Думаю, что они вкусные получились... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 еще раз покажу вам полностью готовое утепление потолка сейчас нам никакая зима не страшно любой мороз бане можно будет париться доделал здесь еще доску которую изначально подготовил но не поставил чтоб на потолок можно было свободно залазить и слазить с него вот здесь у меня был последний этап собирал уже из кусков вырезал подгонял а так конструкция более-менее монолитная это было мое первое утепление потолка в жизни дальше будут еще стройки это я пока так руку набивал тренировался сейчас любая информация есть в интернете что как правильно положить какая последовательность было бы желание стройматериалы тоже есть любые покупай и стройся быки у нас блудни до сих пор ходят пасутся время уже много надо их сейчас будет загонять сегодня когда работал на потолке смотрю один бык в речку зашел ходил там плескался я думаю ну все сейчас остальные следом за ним опять перейдут на ту сторону работа с потолком у меня закончится но нет он походил походил я там пока залез поработал еще потом спускаюсь смотрю нет никто не ушел здесь пасутся но и сейчас опять на эту сторону перегнали недавно у нас паслись там где картофельное поле там траву подъели здесь подросла мы сейчас снова сюда перегнали зато посмотрите какая красота быки конечно с ними работы много но тем не менее от них есть еще такая польза что подъедают траву нет потом сухостоя так бы это все пришлось обкашивать на тракторе хороший ровный газон выки все подъедают и при этом растут для них это хороший корм картошки еще сделаю салат с помидоркой и огурцом хорошие помидорки поспели мясистые но здесь кто за кем бегает кролик носится за курами пурга сегодня бегала за кроликом сейчас опять его сшугнула он туда курятника убежал пурга у нас собака серьезная следит за всеми напруга молодец молодец смотришь на что тут никто не безобразничал молодец кролик все с окурами бегает нравятся они пурга их в обиду не дает пошли посмотрим где кролик делающие и кролика ищи ищи где он ищи давай ищи 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 тут он где-то был давай ищи его ищи вон он только смотри он сидит заяц белый спрятался там за кустами с вечера у нас здесь подготовлена каша поросятам на завтра на утро выкладываем ее из бака по ведрам по тазикам в баке также готовим на завтра на утро чтобы потом просто залить водой и поставить вариться есть у нас картошка кабачки капустный лист яблоки падалица яблок пока еще немного вот картошки прошлого года посмотрите сколько осталось вот такую картошку варим крупная хорошая поросят кормим до отвала них посмотрите еще сколько каши остается в корытах в этом корыте в том на раз мы им даем по четыре ведра в каждая корыта то есть всего восемь ведер и вот еще сколько остается да вот когда мы один раз варим восемь ведер им дали и вот это еще остаток из бака вот так же выкладываем на утро и потом делаем заготовки чтобы утром быстренько управиться и уже можно было заниматься основной работой катя нас сегодня угощает жареной картошечкой баклажанами летним салатиком и кабачковой икрой баклажаны приготовила по новому рецепту должны быть получиться хрустящие такие сейчас будем пробовать что начнем с баклажанов у них вот эта вот корочка хрустящие внутри они такие мягкие нежные кстати да очень похоже я им думаю что они мне напоминают точно кабачки еще кабачковая икра тоже очень вкусно свежая и вот хорошо что придумали такое блюдо как кабачковая икра можно хоть куда-то прибирать эти кабачки то они растут на глазах там такие кабачки потом не знаешь куда их девать ладно у нас есть скотина можно и скармливать переросшие а так там всяко жаришь паришь вот кабачковая икра есть они большие начинают костенеть вот мы убираем когда уже заморозки последние там кабачки как правило все возьмем их на тележке там такие кабачки здоровые деревянные ножом и так просто не проешь мы их топором там уже ебанammать ебан 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 Субтитры сделал DimaTorzok У нас опять дожди Дожди, дожди Такая погода По прогнозу стоит на всю неделю опять А ведь скоро нужно Копать огород Если летом это еще ладно Пусть поливает Сейчас уже все Начинаешь задумываться А как идти в огород Помню, были такие года Каждую картошину От грязи очищали Копать одно удовольствие Также и морковку И свеклу, все что растет в земле Были такие годы В этом году Кажется история повторяется Нас зрители Некоторые пишут Кто с южных регионов Говорят, ребята, дайте нам дождя У нас засуха Берите сколько угодно У нас в этом году Осадков столько выпало Что даже река не обмелела Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok